Другим темам перейдем. Сделать села комфортными для проживания. Министерство нациоэкономики разработало систему региональных стандартов. Вот в планах ведомства довести все населенные пункты до соответствия с заявленным показателем к 2025 году. Подробнее о программе сегодня в Можилисе рассказал глава ведомства Алибеку Антыров. Она состоит из 12 пунктов. Это стандарты, связанные с повышением качества в сферах здравоохранения, образования, вода и газоснабжения, транспорта. На это в ближайшие два года выделят 4,5 триллиона тенге. И почти 2000 проектов реализуют уже в текущем году. При этом больше всего работы ожидается в Восточной и Западно-Казахстанской областях, а также в ЖТСУ. Эти регионы в списке аутсайдеров по обеспеченности социальными объектами и инфраструктурой. Они соответствуют системе стандартов менее чем на 50%. При этом часть сел останется без модернизации. Они признаны малоперспективными, к сожалению, не вошли в проект. 2,8 тысяч сел, которые не являются спутниковыми и опорными, в которых проживает менее 10% сельского населения, то есть менее 700 тысяч человек. Какие-то села, там есть естественная убыль населения. Какие-то села будут просто восстанавливать, поддерживать и так далее. Это зависит уже от политики непосредственно самих регионов. То есть в каждом селе, те, которые выбраны, это опорные и спутниковые, должно быть как минимум обеспечено ФАПом, школой, дорогами, освещением и так далее. Депутаты призывают в погоне за количеством не забывать также о качестве. Так, в системе стандартов указано лишь необходимое число соцобъектов. При этом не учитывается их состояние. К примеру, четверть всех школ требует капитального ремонта. Почти половина оснащения материально-технической базой. И в неудовлетворительном состоянии почти треть всех дорог внутри поселков и даже городов. Фактический уровень обеспеченности сел в Казахстане не превышает 44%. Хотя вот по данным Минэкономики показатель составляет 64%. Можелесмены предложили разработать методику для определения качества выполненных работ, а также создать информационную базу, в которой можно будет ознакомиться с их результатами. Несмотря на принимая правительством и местными исполнительными органами меры, на сегодняшний день не решен ряд системных, в том числе инфраструктурных проблем. Не решена проблема дисбаланса по уровню обеспеченности. Качество жизни сельского населения еще в значительной мере отстает от городского. Разрыв в доступе к базовым благам и услугам не сокращается. Создание необходимых условий для сбалансированного развития территории и устойчивого роста качества жизни людей должно стать основной задачей для органов власти всех уровней.